Если вы хотите увидеть больше грустных историй и крутых сериалов, для вашего удобства я их собрал у себя в плейлистах. Что ж, пришла пора рассказать вам еще одну грустную историю. Как вы видите, действие происходит в школе. Девочка бегает, веселится, от кого-то прячется, явно все очень весело и хорошо. Но это, судя по всему, ее одноклассницы, которые гоняются за нею с ножницами. Что на самом деле не очень нормально, когда ты учишься в школе. И они пытаются ее найти. Проверяют два шкафчика, третий. И тут они лезут в четвертый и не находят. Хм, куда же она спряталась? Но они такие коварные, что они в любом случае ее найдут. Вы же понимаете, это же одноклассницы. Из-под земли достанут, е-мое. Ну, в общем-то, они открывают шторку, которая находится справа. И находят ее там. Ну и, конечно, это не очень уже здорово. Ой, ладно. Не буду говорить, что происходит. Я думаю, вы и сами все видите. Что они творят? Ребят, какой кошмар. Ужас просто. В общем, ну, вы сами понимаете, куда они этими ножницами поработали. В общем, они, скорее всего, ее там постригли. И сейчас мы увидим, что же с ней случилось. Прибегает вот такой вот паренек, одноклассник этой девочки. И видит страшную картину. Ей просто-напросто обрезали все волосы. И теперь она стала похожа на мальчика. Ей также обрезали одежду. И, ну, какая девочка захочет быть мальчиком? Ну, конечно же, никакая. Как и какой мальчик захочет быть девочкой? Это ненормально. Но вот здесь вот, видите, такая ситуация произошла. Но одноклассник не бросает ее в беде. Дает ей шапку. Говорит, на, кепку одень. И так вроде как не видно. Будешь вроде как девочка. Но понимает, что это все равно все очень грустно. Очень сильная моральная травма у девочки. Ну, вы сами понимаете. Ножницами, блин, все срезать. Ё-моё. Ну, все равно. В общем, самое главное, что он ее не бросает. Эти злые подружки в то время, пока идет девочка на урок, они просто берут и закидывают ее яйцами. Представляете? Какой трэш просто. За что вообще ей это? Ее и так уже постригли. Куда вы яйца-то кидаете? И веселятся вы. Посмотрите, какие негодяи. Они думают, что это смешно. Но одноклассник не бросает ее в беде. Приходит, дает тряпочку и говорит, не переживай. Сейчас мы тебя протрем, и ты будешь как бы в порядке. Все будет у тебя хорошо. Ну, протирает ее. В общем, видите, всячески заботятся о ней. Все-таки понимают, что вот эта вот школьная травля, ну, это вообще ненормально. Вот. Ну, как бы, держится, держится девочка, потому что рядом есть поддержка хоть какая-то. Ну, и потом она решила пойти погулять. И тут эти одноклассницы, да как они надоели-то уже. Сколько можно-то издеваться над девочкой? Вот, в общем-то, девочка села, достала свой завтрак, который ей приготовила мама. Просто вкуснейший. Вот, вы посмотрите, там, салатик с кока-колкой. Ну, как бы, все хорошо, солнышко светит. Эти придурочные берут и кидают ей. Сами видите, что? Сами знаете, куда. Ну, это разве нормально? И смеются над этим. Ну, это просто уже терпеть невозможно. Я не знаю, что за одноклассницы. Надо вообще к директору вообще сходить. Я не знаю. Хотя, может, там и директор такой же. Кто его знает? Но, знаете, и в этой ситуации паренек, одноклассник, решает ей помочь. Ну, он как бы остается голодным, но при этом он весь свой breakfast по-английски, да, то бишь, завтрак передает этой девочке. И, кстати, завтрак-то достаточно неплохой. Посмотрите, это что-то типа шавермы с сосисками и завернутой в лавашек с салатиком. Ну, это просто мечта. Я не знаю. Я бы сам сейчас такую съел. Но самое главное, что помогает ей в этой ситуации. То есть, видите, он в каждой ситуации ей помогает реально, что бы ни случилось. Вот. Ну, и даже жвачкой сейчас поделится. Я думаю, что это проблема, что ли? Вон, смотрите, какую жвачку надувает. Вот. В общем, вместе они проводят время. И действительно, это просто огромная поддержка для девочки. Вон, она жвачку слопала. Хоп. И все хорошо. Вот так вот и продолжаются дни. Вот такая череда то хорошо, то плохо. И тут они решаются пойти в аквапарк. Вместе. Повеселиться. Ну, чтобы хоть что-то хорошее в жизни было. Катаются в аквапарке, веселятся, прыгают. Ну, все как обычно. Все, что вы делаете обычно в аквапарке. Бульк, плюх, плюх, бульк. Ну, и тут, в общем-то, они перебираются на такую местность с арбузиками, где можно прыгать с трамплинчика, с трампа такого. Они попрыгали, постреляли пистолетиками друг в друга. Короче, по сути, провели в аквапарке весь день. И решили залезть в сауну. Чуть-чуть погреться. Ну, как бы пары вот эти, вот знаете, полезные иногда для здоровья. Пожариться немножечко в такой сауне. Очень такой классной. Ну, и что было дальше? Паренечек дальше выходит. Думает, надо ему немножечко освежиться, что-нибудь купить тому у кассира. А пока он отошел, в то время в эту сауну заходят вот эти три подружки несчастные. И вот как раз он с фрешиками хочет уже прийти к своей девочке. Но внезапно оказывается, что это был вообще подстава была. Посмотрите, девочки сюда пришли и это был не настоящий, в общем-то, человек. В общем, вы поняли. Ну, и как бы он говорит, блин, с кем ты время проводишь? Они переоделись в мою форму, в мое обличье и тебя опять надурили. Но и в этой ситуации он как бы помогает. Ну, и что происходит дальше? Эти девочки решили взять и просто закрыть в школьном туалете. Просто запихали силой вот эту девочку внутрь. Просто запихали, кошмар. Блин, сколько можно так издеваться-то? Я не понимаю, когда уже это закончится? Какое... Что? Почему это смешно закрыть в туалете и выкинуть ключ? Это вообще не круто. Но знаете, бог все видит и он как бы накажет, я уверен. Но мы сейчас с вами... Я надеюсь, что мы это увидим. Тем временем профессор тут намешивает различные бутыльки. Примерно так же, как и я иногда смешиваю Кока-колу и Фанту, иногда Фанту и Спрайт и смотрю, что у меня из этого получилось. Иногда это выпиваю. Ну, всегда получается вкусно, кстати говоря, на удивление. Вот, что бы я ни смешал. Бывает даже в Бургер Кинге я смешиваю абсолютно все напитки и получается очень вкусно. Ну, как бы не зря я на уроки химии ходил. Тем временем эти девочки решают уже поиграться в лаборатории. А мы сейчас понимаем, что в лаборатории играться, ну, это надо быть сверхчеловеком, чтобы до такого догадаться. Тем временем паренек вытаскивает из туалета свою... Ну, точнее, пока что она не его, но, возможно, настанет его девочку, а эти клуши начинают просто баловаться различными изделиями, которые нашли в этой лаборатории. И это вообще... Это просто... Не знаю, они что-то там намешали и просто все взорвалось. И так все взорвалось, такой пожар и дым был, что у них у самих волос не стало. И они там облучились какой-то то ли радиацией. Короче, я даже... Это просто страх. Посмотрите, они лысые и теперь они еще и в больницах. Ну и, конечно, они злятся. А злятся-то на кого? На себя нужно злиться. А злятся почему-то на эту девочку, видите? Ну, в общем, каждый сам сделает выводы для себя. Тем временем это девочка, над которой все время издевались. Волосы у нее отросли. Она решила немного приодеться. Ну и как вы думаете, что? Парень в нее сразу же влюбился. Ну в такую красотку как не влюбиться? Тем более, столько времени они потратили вместе. Ну и тут ей даже очки крутые подогнали. Какой-то робот. Ну, в общем, вы сами понимаете, началась любовь. А также она решила сходить в парикмахерскую, чтобы немножко, ну и волосы поменять. Все-таки стиль, мода, как бы надоело уже быть той девочкой, хочется быть новой. Вот, сделала себе розовые волосы и сама одела корону на голову. То есть, теперь она здесь королева школы, а не кто-то еще. Ну и парень как бы вообще в шоке от такого, как быстро она поменялась и как сильно благодаря ему. Тут эта девочка в школе замечает другого своего одноклассника. и другой одноклассник тут же в нее влюбляется. Ну, на что девочка думает, что это нормально, видимо, я не знаю, реагирует достаточно положительно на это, что ну ладно, хорошо. Тем временем над этими клушами смеются другие одноклассники. И этот парень, который все время заботился об этой девочке, замечает, что вот кажется они вместе. Вы видите, вот все. То есть, она ему просто в лицо посмеялась и тот влюбился и как бы все. Ну, и он что делает? Он идет идет грустить на какую-то скамейку, очень сильно злится, ну, потому что что за несправедливая жизнь? Вот как такое может быть? Он фотокарточки с ней пересматривает и, ну, это как бы грустно, это очень грустно, потому что, ну, как она так легко, почему она вообще с ним смеялась? Почему она вообще ему улыбнулась? За что она ему улыбнулась? Кто он вообще? Но тут эта девочка не может найти своего ухажера, не понимает, где он есть, потому что вот улика, вот жвачка, значит, он где-то рядом, наверное. И тут она действительно находит его на скамейке и не понимает, что произошло, почему он ушел. Но он ей объясняет, почему он злится, что, ну, вы поняли. А она говорит, извини, но, слушай, да не в этом-то дело, я просто ему посмеялась, я не влюблялась в него, ты чего? Все нормально, она говорит ему, это просто, ну, как бы я ему улыбнулась и все. Давай вот я прическу обратно поменяю, все хорошо будет. И мы будем дальше с тобой дружить. И как бы вот, и действительно, оказывается, парень, это было не то, что он подумал, как это обычно бывает. В итоге все закончилось очень даже нормально. Любовь, морковь, все дела. Ну, а прямо сейчас, друзья, на ваших экранах вылезет 4 видеоролика, нажав на один из которых, вы можете продолжить просмотр. Хе-хе. Ух.